Всем привет! С вами Александр, город Ворослав, ремонт квартир. Снимаю второе видео ремонт квартиры на улице Роговской, улица Роговска, город Ворослав. И покажу вам коротко, быстро и ясно, что мы уже успели сделать. Еще раз напомню, что из трехкомнатной квартиры в старом фонде мы делаем две квартиры. То есть все переделываем. Как видите, за мной уже перестенки из профлей гипсокартона, вата поклеена и гипсокартон. И сейчас вам кратко объясню, к чему. Покажу вам первое мешкание, которое не буду показывать. Все вы можете посмотреть в первом видео и там в основном у нас материал. Так что поехали! Это общая входная дверь. За ней уже коридор. И здесь будет в этом месте входная дверь в мешкание номер 2. Ну и там особо нечего показывать. Все вы можете посмотреть в предыдущем видео. Здесь у нас в основном материал. И все осталось как было. Единственное, что мы здесь поклеили гипсокартон на стены и уже клеим вату. Ну и здесь коротко скажу, что профиль пятерка, две плиты и здесь одна плита. Так остается, чтобы поместилась дверь. Дверная коробка. И все. Здесь у нас там вата пятерка, здесь тоже вата пятерка и вата пятерка. Внутри также вата пятерка, чтобы не было слышно соседей. Ну а это мешкание номер 1. Здесь входная дверь. С противоположной стороны, напоминаю, вата пятерка наклеена. И здесь вата пятерка, как видите. Такая внутренность. Здесь будет шавка. 63 сейчас сантиметров, плюс сетка, шпаклевка, то может быть останется 61,5-62. Здесь мы клеим плиты на клей. Как вы видели, кварцевый грунт. Вот так мы грунтуем. Он как бы с таким песком идет. Вот видите, такие зерна. Специально, чтобы таким грунтом, кварцевым, мажутся стены из бетона. Из сельки мажутся стены желтого цвета или зеленого. Вот здесь спальня. Та же плиты клеится. Вот стеллажи. Здесь газ. Делаем забудову. Приедет газовщик, все проверит. И мы закроем плитой. Вот так. По этой стене также мы сделаем одну плиту. Здесь будет две плиты внутри. Минвата. И здесь дверь. Дверь в спальню. Будет открываться на эту сторону. И такая внутренность. Может быть, будут какие-то полочки. Здесь, на этой стене. Кстати, давайте пойдем в ванную комнату. Ванная комната. Начинаем делать уже инсталляцию. Канализация и вода. И здесь мы переделываем все. Обрежем. Загараживаем это все гипсокартоном. До верха. И здесь будет унитаз. Наравне со стеной. То есть, не будет выпущен полочки. И там внутри будет также на стеллаже гипсокартон. И внутри будет кабина 80 см. И вот здесь, на этой стене, примерно в этом месте, будет раковина. Так будет расположена вертикальная пралка. И на этой стене, примерно в этом месте, будет такой слупок, пенал. Такая шавка. 30 см. А унитаз будет вот в этом месте, и вот так расположен. В принципе, все коротко и ясно. И еще мы успели, кстати, залить самовыравнивающийся полы. Сделали это, вот это светлое, и вот здесь светлое, и там в спальне светлое. Это фирма Сопро. Вот это потемнее, это Вебер. И значит так, это мы переделаем канализацию. И также труба 110. И там мы ставим редукцию, и пойдет по над стенкой 50-ка. И вот с этой стороны она выходит. Вот с этой стороны она выходит, пойдет в стене. Профиль у нас 75. Канализация вода. И тут мы идем. Здесь будет в энергии кухня. Там ледовка. Тут смыварка, злев и плита. Здесь на верхние шафы мы прикручиваем ОСБ. Вот метки поставлены. Там мы прикрутим ОСБ. Даже на плите написано ОСБ. Специально, чтобы, когда приедет мебельщик, он будет прикручивать к стене специальный профиль. И на этом профиле будет висеть шафки. Вот. Ну и в принципе все. Ну а по материалам. Клеим вату мы на клей сопро. Вот он. Это не реклама. Коротко скажу, клей хороший. То есть мы клеим вату. И на него сетку. И потом уже в принципе на внешние стороны дома так же само утепляется таким клеем. Вылевка нет у нас этой вылевки. И сама внуемцей сопро. Потому что она закончилась. И нам привезли вебер. Ну, честно сказать, по сравнению с сопро или атлас. Атлас тоже хороший. Это не реклама. Вебер тоже. В принципе по сравнению с атласом и сопро. Такой средненький. Клею для плиток. Bioflex. Эластичный. Очень хороший. Как масло. Вот. Привозили мне как-то клей этой фирмы. Сейчас я вам покажу. Эта фирма. В принципе. Вот такой фирмы. Мне привозили только там. Марка 600. Это бетон. Марка 600. Я как такой. С песком. Ну, как бы песком. Он такой более зернистый. Мне, честно, не нравится. Вот этот клей Bioflex. Очень хороший. Рекомендую. Чем мы мазали стены. Вот даже заметите. Есть разница в цвете. Это более такое. Гранатовый цвет. А это более такой розоватый. Этот цвет. Фирмы. Baumid. Тоже рекомендуем. В магазинах. Кастарам. В Leroy Merleu. Не купить. Это только в фортонах. Можно такой. Такой бетоноконтакт. Купить. Рекомендую. Густой. Очень хороший. А вот этот цвет. Это вы можете купить. В Leroy Merleu. И в Кастараме. Кнауф. Он более такой жидкий. Не скажем. Более. Очень жидкий. Но. Жижи от. Baumid. Но. Все так же самое. Есть зернышки. Такие гранулы. И держится тоже хорошо. Не говорю что плохое. Клеем гипсоплиты на гипсокартон. Фирма. Синьат. Перед этим у нас была фирма. Долина Ниды. Это шпаклевка финишная. Уже готовая в ведрах. Тоже рекомендуем. И этой фирмы у нас был клей. Для гипсокартона. Долина Ниды. Такое. Тоже. Оно более зернистое. Синьат. Вот видно. А. Этой фирмы. Синьат. Очень такой. Тоже как масло. Меньше. Такой. Меньше гранулы. Так же вы этот клей не купите в Кастараме. Не купите в Ларуа Мерлеу. Только в хуртовнях его продают. Ну и что. Это скорее всего у нас. Тынг гипсовый. Так же его можно купить в Хуртовне. В Хуртовнях. Ну и все. Ну и плиты гипсокартон. Как обычно его. Везде эти плиты можно купить. В принципе все. Ну и минеральная вата тоже покупали. Покупают. Шеф покупает минеральную вату в Хуртовне. Все. Вот в принципе короткий обзор. То что мы успели сделать. Дальше еще буду снимать. Показывать. Что и как. В принципе уже сейчас ребята будут начинать клеить минеральную вату. В принципе закончат в комнате клеить минеральную вату. Потом сетку клеить на вату. Шпаклевать. А потом уже краситься. А так же здесь уже начнут гипсокартон. Расшивать. Вот эти швы верхние. Так же клеить физалину. На старт это все клеится. И потом уже финишем. Ну и так же мы успеем сделать здесь. Переделать канализацию и воду. Потом эти все плиты. Стены зашьем. Но перед этим конечно мы туда упихаем вату. И потом уже зашьем. И в принципе за это время мы успеем здесь уже подготовить к шпаклевке. К шлифованию. А и кстати потолок. Вот здесь потолок. Будет напинанный. То есть подвесной потолок. Вот будет крепиться. Вот видите. Такая еще дополнительная планка. Пластиковая. Тогда будет крепиться. Вот. И здесь будет суфик напинанный. И вот. Здесь будет ванной ту комнате тоже напинанный суфик. Единственное что в коридоре будет обычный гипсокартон. В принципе все. Всем пока. Спасибо что смотрите. Подписывайтесь. Ну и конечно же заказывайте качественный ремонт. С вами был Александр. Всем пока. И да пребудет с вами качественный ремонт. Пока.